Достоверная причина, приведшая к крушению трехэтажного 27-квартирного кирпичного дома по улице Геологов 12 в поселке Корфовском Хабаровского района, до сих пор не установлена. Следователи рассматривают сразу несколько версий случившегося. Назначен на ряд судебно-криминалистических экспертиз, в том числе и взрывотехнические исследования. Изначальное предположение – дом обрушился из-за взрыва бытового газа. Напомним, трагедия случилась в ночь на 30 октября. Жильцы из первого подъезда пострадавшего дома проснулись от мощного хлопка. Мы услышали, что у нас на балконе вылетели стекла. Подскочили, потом вышли на улицу. Так, больше ничего не слышали. Только звук падающего стекла. Все спали, да? Спали, конечно. Часто ночью будет. На место аварии оперативно прибыли сотрудники всех ведомств. Порядка 500 человек. Работало более 80 единиц техники, но завалы разбирали практически вручную. Специалистам помогали три бригады кинологов. Пострадал подъезд. Это 9 квартир. В предварительно в этом подъезде проживают 16 человек, в том числе из них пятеро детей. Два человека доставлены во вторую краевую больницу. Два человека живые. Еще двоих мужчин обнаружили без признаков жизни под грудой кирпичей. Чудом удалось из-под завалов извлечь трехгодовалую девочку. Она каким-то образом в момент крушения оказалась под диваном. Ее здоровью на данный момент ничего не угрожает. У малышки несколько царапин. Тем не менее, с ребенком работают психологи. Утром под руинами спасатели обнаружили еще два тела погибших женщин. Среди них мама уцелевшей девочки. Недалеко от матери, чуть позже, спасатели нашли и полуторамесячную дочку. Сестру трехгодовалой малышки. К сожалению, спасти ее не представлялось возможным. Поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются. У нас есть информация, что возможно, еще один человек находится под завалом. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока у нас не будет уверенностью, что там под завалом людей больше не будет. Анастасия Корнечук, Артур Гец, Юрий Золотарев. При содействии Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю для Хабаровской студии телевидения. Минутой молчания сегодня на центральном кладбище участники траурного митинга почтили память людей, погибших в годы политических репрессий. К пилонам возле часовни Хабаровчане возложили цветы и венки. Сегодня в Хабаровске живут 6 тысяч человек. Их семьи в конце 30-х годов были раскулачены и объявлены врагами народа. В краевом центре находилась пересыльная тюрьма, куда свозили людей из Еврейской автономной области южных районов края. Массовые расстрелы проводились во врагах центрального кладбища недалеко от часовни. Были партии расстреливали более 200 человек в сутки, одиночных не было в 1937-1938 году. Это 20 человек, 40 человек, 60 человек. Максимальная партия около 200 человек. На пилонах центрального кладбища 4300 фамилий. Однако, как уверяют историки, невинно расстрелянных было в два раза больше. Перевозчики готовятся к атакам пассажиров, которые лишаются льготного проезда в общественном транспорте. Для того, чтобы избежать конфликтов, кондукторам, водителям специалисты выдают памятки с телефонами, куда могут обратиться пенсионеры по вопросам проезда и выплаты компенсации. С 1 ноября этого года все категории граждан, включая ветеранов войны и инвалидов первой группы, по краевому закону должны платить за проезд. Вы сейчас в данном случае с 1 ноября как настоящие психологи. Не вступать в конфликт и не высаживать пенсионеров, которые отказываются оплатить проезд. Этими негласными правилами будут руководствоваться все кондукторы муниципальных автобусов с начала ноября. Не будет платить и высаживать я его не имею права и не могу, как вы говорите. Что делать? Вы должны убеждать наших жителей города Хабаровска, что это не ваша инициатива, что вы не себе в карман это кладете, что это закон и все должны оплачивать. Экипажи автобусов перед выездом на маршруты города получат информационные листы. Их кондукторы будут раздавать возмущенным пассажирам, которые еще не знают о новых правилах проезда. Уже были случаи, у них проездного нету. Они начинают агрессивно махать костылем, чтобы кондуктор отошла. Они должны обращать внимание. Мы должны, мы обязаны, нам отдали, мы будем бесплатно ехать. И не будем мы платить. Только возмущаются, так, люди в автобусе. Особых таких стычек не было. Кондукторы и водители первыми примут удар от населения, недовольного платным проездом. Сейчас в автобусах пенсионеры активно обсуждают закон, который принял Краевой парламент. Каждый день надо ездить на уколы, в больницу, в поликлинику. У самых обездоленных отобрали. Компенсация за проезд остается для нескольких категорий граждан. Выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, пенсионерам в среднем составляют 350 рублей в месяц. Получить деньги за проезд хабаровчане могут в почтовом отделении по месту жительства, независимо от даты получения пенсии. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения. Готовность к зимнему периоду сотрудников гарнизонных служб проверило руководство УМВД Края. В смотре личного состава приняли участие дорожно-патрульная, постовая службы, вневедомственная охрана, участковые и сотрудники ОМОН. Ежегодно, два раза в год, с личным составом подразделения Хабаровского гарнизона проводится строевой смотр личного состава и инструктаж нарядов, задействованных в системе единой дислокации. При себе каждый полицейский должен иметь служебное удостоверение, записную книжку, две ручки и спецпакет. В нем находится иголка, нитка, носовой платок и обязательно расческа. При этом желательно иметь такую стрижку, чтобы оперативно пригладить вихры руками. У руководства к подчиненным самые частые замечания – нестриженная голова, потрепанная амуниция и форма на два размера больше ее владельца. При дотошном осмотре личного состава отцы командиры серьезных нарушений не выявили. В целом гарнизон к несению службы в зимнее время готов. Работать прохладно, но можно. Форма теплая, то есть держать температуру, но все равно более часа на морозе находиться не получается. К несению службы в зимних условиях у полицейских есть не только форма, но и закаленный характер. Несмотря на сильный ветер, личный состав от рядового до генерала стойко вынес трехчасовой смотр. Мариана Гейт, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения.